Сюжет футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Сюжет футболиста карьеры полностью вымышлены. Пусть сборная России сама играет. Фрайбург против Баварии. Выездной матч для нас. Играем мы в белой форме. Туман на стадионе. Поехали. Итак, туман прям действительно на стадионе в Германии. Фрайбург принимает Баварию. Нам нужно выигрывать обязательно все матчи. Надеяться на то, что Шальки потерят очки. Либо ждать очной встречи, в которой мы можем их победить. И взять три очка и попасть на первую строчку. Даже с вот этим вот определенным каким-то багом. Это впервые у меня такое вообще. За всю историю серии ФИФЫ. И отлично. Это 1-0. Просто накрутили. 27-я минута. Супер. Побеждаем Фрайбург на выезде. И будем постараться. Вот теперь все-таки мы в лучшей немецкой команде. Будем пытаться забивать Федрики в каждом матче. Очень хорошо здесь прям получилось. Можно было мяч немного еще ближе к своим воротам сделать, чтобы гол был из-за штрафной. На четвертый гол в Бундеслиге мы будем пытаться стать лучшим и ассистентом, и бомбардиром лиги. Потому что за Барусю Дорфнуто у меня это уже получилось. И Кепа от себя вот так вот, от своей головы пропускает. И отлично. Это наш дубль. Практически сразу, через пару минут, мы забиваем второй мяч за Баварию сегодня. В этом матче. И вводим вперед. Отлично. Вот она, настоящая, мне кажется, силы моя игрока. Здесь вот аккуратненько. И никто даже не помешал. Очень хорошим ударом пробил. И все. Минимальная победа наша над Фрайбургом. Мы забили дубль. Тоже неплохой результат. Сценку хорошую получили. Нас сам тренер заменил 9-1 у меня по итогу матча. Но Алмада лучший игрок 9-1, как он, скорее всего, доиграл этот матч. Шальки, кстати, играть с Лейкцигом. Так что могут, надеюсь, Шальки потерять очки сейчас в этом матче. И да, действительно, Шальки теряют очки. Мы теперь сравнялись. Скорее всего, они сыграли там в ничью. Сейчас мы это проверим. Да, 1-1. И все супер. Вот. Мы сравнялись еще, не доходя до матча с Шальки. Теперь мы на первой строчке. И все пока что у нас замечательно. Ну что же, у нас второй матч в выпуске. Матч против Хофенхайма. Снова мы играем на выезде. Давайте-ка глянем, что этот дубль мне принес. У меня было 3, стало 5 теперь мячей. 4 мяча до Решфорда, который в Байере сейчас неплохо так зажигает. Но у меня 5 мячей за 3 матча. Вот. Холланд там. Мы видим, в Вольфбурге играет. Так, что здесь? По голевым. У меня пока что всего лишь одна голевая. Надо 3 отдавать. Вот, чтобы обгонять игрока Шальки Моройни. Так его вроде зовут. Вот. Поэтому, ну что ж, сейчас у нас игра. Давайте в какую-нибудь... Не, ну это прям сильно. Давайте так же в белом. Мне кажется, неплохо будет. Ливень на стадионе. Поехали. Итак, домашний стадион Хофенхайма. Мы играем второй матч в сегодняшнем выпуске. 2-1 пока что обыграли Фарайбург. Ну и посмотрим, как сыграем против Хофенхайма на выезде. И все. Куаду. Девятая минута. Хофенхайм выходит вперед. Вот так вот быстро, даже не давая Баварии мяча, забивает Хофенхайн. Вот. Алмада. И отлично. 1-1. Мой шестой гол. Был в Бундеслиге. Неплохо. Получилось прям сейчас очень хорошо в стеночку отыграть с Алмадой. Вот. Еще и остановить защитника. И филигранно переиграть вратаря. Здесь чисто удар. У меня завершение 99. Тут каждому удар должен залетать. Шестой гол. Отлично. 1-1. Есть время. Естественно, еще до перерыва даже можем выигрывать. И забивает нам Сосиньон. Сосинь 3-й. Это 2-1. То есть мы даже не можем выйти вперед в этом матче. Это просто ужасная какая-то игра команды. Именно Баварии. И все, друзья. Минимальное поражение от Хофенхайма. Я не знаю, что вообще за команда такая вот эта вот Бавария. Она не могла сейчас ничего создать. Мы ни разу даже не выигрывали по ходу этого матча. Но это очень странная игра сейчас на самом деле. Ну и первое место мы как и получили, так и быстро потеряли. Ну что ж, сейчас у нас выездной матч против Аякса. Мы возвращаемся в Голландию. Вроде это первый мой матч против Аякса. А против именно них. Поэтому посмотрим, как мы сыграем. Сейчас я лучший бомбардир в Лиге Чемпионов. За 2 матча я забил 6 мячей. 2 хэт-трика. 3 ворота Панатиана Айкоса. 3 ворота Ювентуса. То есть мне сейчас нет равных. И скорее всего Аякс тоже сейчас от меня немного отхватит. Пасмур на стадионе. Поехали. Итак, разумеется, я сейчас буду пробивать Ум Тити. Ну, он, естественно, засейвил, как всегда. Вот. Ну что же, Йохан Кройф Арена. Мы здесь выступали во втором сезоне. Провели для себя, не знаю даже, как сказать. Интересный, конечно, сезон. У нас здесь за Аякс был дебют в Лиге Чемпионов. Заняли в чемпионате пятую строчку. Дошли до четвертьфинала Лиги Чемпионов. Выбили Атлетика Мадрид. Вот это тоже так для сведения вам. Ну и в четвертьфинале вылетели от Наполея. И то в дополнительное время во втором матче. Ну а потом в третьем сезоне я, естественно, перешел в Наполея. Там уже все закрутилось, завертелось. Теперь я трехкратный обладатель Лиги Чемпионов. Обладатель Лиги Европы. Многократный, можно сказать, обладатель Суперкубка УЕФА. Потому что я и без Лиги Чемпионов где-то выигрывал. Ну вот семью, например, Лигу Европы выиграл. И завоевал Суперкубок УЕФА. Двухкратный обладатель Золотого Меча. Тоже не будем про это забывать. И забивает Паласис. Это моя голевая передача. Луис Максимьяну не потащил этот удар. Неплохо. Отдали все-таки смогли Алмада. Отдает на меня передачу. Меня никто здесь прям не накрывает. Пробиваем и в самую девятку. Спасибо тебе большое, Луис Максимьяну. Забивает. Естественно, я выказываю уважение. Болельщикам Аякса, самому клубу. Но забиваю я седьмой гол. Замечательно. И все. Заканчивается матч со счетом 2-0. Аякс проигрывает Баварию у себя дома. Гол плюс голевая у меня за следующий матч. И вот, вроде как Аяксу я должен был забивать хэтрик. Но нет, гол плюс голевая за этот матч. Но лучшим игроком признан именно я. Итак, у нас матч домашний против Бремена. Сейчас мы из-за того, что проиграли Хофенхайму с счетом 2-1, потеряли первую строчку. Шальки на первой нас уже даже Барусия здесь догнала. Вольтбург поджимает. Поэтому надо выигрывать теперь в каждом матче. И в очной встрече против Шальки обыгрывать их, чтобы хотя бы догнать. По крайней мере сейчас. Сыграем вот так вот. В таких формах. Ясно на стадионе. Поехали. Итак, Мюнхен принимает сегодня команду из Бремена. Интересная тоже команда. Надеюсь, у нас получится интересный и красивый футбол. Девятый тур в Бундеслиге. Поехали. Прострелы. Это гол. 27-я минута. Я просто не понимаю, что вообще с Баварией, что вообще с обороной Баварии. Это очень странно вообще. Они ничего абсолютно не могут делать. Сейчас даже на навес нажимал, он мне не замандал. И это 1-1. 33-я минута мы забиваем. Очередной гол. Супер. Что это вообще вот происходит? Да я даже не понимаю. Почему так играет? Отлично. Голевая. 2-2. Ты серьезно? Вот это сейчас серьезно, блин? Кепа, ты где вообще? Ты капец какой-то, а? Какому-то Вердеру проигрывает. 4-2. 4-2. Все. Я просто уже не понимаю, что дальше. Потому что сейчас абсолютно, я сейчас даже посмотрю, это каждый удар. Серьезно сейчас залетел. Ни одного вроде даже сейва. Ну ладно, один может сейв сейчас сделан. И серьезно. Кепа, игрок Баварии, вратарь. Лучше немецкой команды пропускать вот такого вот от Вердера. Я даже сейчас не забиваю. Отлично. Алмада хотя бы забил. 3-4. Сейчас Алмада получается лучший игрок матча. Он дубль забил уже. А я так, гол плюс пас. Причем сейчас вот этот гол у меня просто украли. И все. Заканчивается матч. Мы проигрываем 4-3. Ребят. Скорее всего вы поймете, почему ролик идет так мало. Но вот этот матч просто все. Я мог, конечно, закончить еще карьеру за игрока. И начать ее, может быть, заново. Может быть, это было бы намного разумное решение. Вот. Именно во втором сезоне, когда мы перешли в Аякс. И мы увидели, что у Хунта Лара был мой номер. Девятый номер. И мы бегали с ним. Даже он меня менял. И я его менял. Ну, скажите. Нет. Он меня именно когда менял. У него был девятый номер. И менял он девятого номера. То есть, это баг именно в карьере. Поэтому я просто не получаю уже никакого удовольствия от этой карьеры. Вот. Поэтому я завершаю карьеру. Вот. Все. На этом. Вот так вот. Заканчиваю. Не знаю. Ну, все. Мне уже честно. Я... Что хотел, я доказал. Я трехкратный обладатель Лиги Чемпионов. Двухкратный обладатель Золотого Мяча. Может быть, если бы сейчас еще до зимы дотянул. Может быть, я бы и третий мяч получил. Но я уже все. Ну, перегорел, может, уже. Да. Типа, я не вижу смысла продолжать эту карьеру. Потому что уже ничего нового здесь нет. Мы либо выиграем. Либо у меня горит сильно перда. Как вот сейчас, например. И он действительно подгорел. И все. Все. На этом я подтверждаю завершение карьеры. И мне вот здесь вот, ну, как вы видите, уже предлагают стать тренером. Вот. Мне даже вторую Баварию предлагают тренировать. Вот такие вот дела. Вот. Но я бы, наверное, куда-нибудь в Англию был шел бы. Какое-нибудь дело. Просто нажмем в эстинг. И все. Все. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Будет сейчас, значит, выходить, скорее всего, карьера за канал. Ну, и что-нибудь я еще придумаю. Что-нибудь. Вот под конец. Что-нибудь. Но я придумаю. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Извините, что сильно так подгорело. Вот. Но уже отсюда вот никуда не уйти. Поэтому все. Я уже давно хотел действительно закончить. Это еще и после сезона с Манчестером. Потому что, ну, это просто была дичь. Все. Боговная карьера заканчивается. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok